Часто мы слышим, что наши эмоции контролировать нельзя. И действительно, у нашего сознания нет доступа в те отделы мозга, в которых вырабатываются эмоции. Это более древние структуры нашего мозга, а кора больших полушарий, сознательная часть мозга, достаточно молодое образование. Но всё же, как быть, если ваши эмоции вышли из-под контроля? Как мы уже знаем, эмоция – это лишь на треть ваши чувства. На две трети – это реакция вашего тела. Вспомните моменты, когда вам страшно. Вы напряжены. Если вас кто-то неожиданно напугал, вы в первую очередь замираете. Если вы боитесь, то от напряжения может перехватить дыхание и начнут трястись руки. Эмоция – это в первую очередь реакция вашего тела. А потому, влияя на ваше тело, вы можете влиять и на свои эмоции. Вот, например, напряжение дыхательной мускулатуры может привести к неравномерному и поверхностному дыханию. Если вы напряжены сильно, вы можете почувствовать нехватку воздуха. Будете пытаться вдохнуть больше и тем самым увеличите количество кислорода, на что среагирует ваш мозг и появится головокружение. Согласитесь, именно по поводу головокружения и чувства нехватки воздуха многие из вас так часто переживают. Как бы это странно ни казалось, но в эти минуты вы вдыхаете слишком много, и у вас переизбыток воздуха, хотя ощущается как его недостаток. А вот, например, поверхностное дыхание в состоянии постоянной тревоги, затаённое, вы можете даже не замечать. Однако периодически можете обратить внимание на то, что вы не дышите какое-то время. Или заметить периодически компенсаторные глубокие вдохи, например, когда кого-то слушаете. Всё это результат выраженного напряжения дыхательной мускулатуры и, как следствие, изменения в дыхании. А как же влияют нарушения дыхания на сердце? Поверхностное неравномерное дыхание не снабжает ваш организм достаточным количеством кислорода. И в этот момент ваше сердце начинает биться чуть сильнее и с большим давлением для того, чтобы компенсировать объёмом крови уровень кислорода в организме. А эти изменения в сердечной деятельности вы воспринимаете как болезненные, хотя они вполне физиологичные. Это большой плюс вашу копилочку невротических симптомов, которые у вас и так уже предостаточно. Таким образом, ваши эмоции на уровне психики контролировать действительно не очень просто. Но у нас есть два рычага, потянув за которые вы можете нормализовать свои эмоции. Это ваше дыхание и ваше мышечное напряжение. Нормальное спонтанное дыхание и расслабленное тело – залог вашего спокойствия. Помните, что вы не одиноки. Будем решать проблемы вместе. До встречи!